Всем привет, в этом видео я расскажу о резервном копировании на компьютере с macOS, о функции Time Machine, как ее настроить и как в дальнейшем восстановить данные с помощью этой функции. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Проблема потери данных всегда является актуальной. От такой проблемы никто не застрахован и это может случиться с каждым – повреждение носителя, потеря данных вследствие заражения вирусами или же случайное удаление данных. В итоге возникает вопрос, как же восстановить утерянные данные. Существует немного вариантов это сделать и один из самых надежных является резервное копирование. И в случае потери данных, вам просто нужно будет восстановить их из резервной копии. А операционная система macOS обладает встроенной утилитой для резервного копирования данных Time Machine. Для того, чтобы выполнить резервное копирование с помощью этой функции, необходима операционная система Leopard или выше, и внешний носитель, куда будет выполняться резервное копирование. Функция Time Machine сохранит резервную копию всех файлов, что позволит дальнейшим их восстановить в случае утери или посмотреть, как они выглядели раньше. Я покажу, как это сделать, на примере операционной системы macOS High Sierra. Необходимо подключить к компьютеру внешний жесткий диск, так как она не сможет скопировать данные на тот же диск, на котором установлена система, разве что разбить его на разделы. Но по сути, в этом нет никакого смысла в случае повреждения диска. Для этого лучше использовать отдельный носитель. Это может быть внешний жесткий диск, подключенный к порту USB, FireWire или Thunderbolt. Или же подключенный к порту USB базовой станции AirPort Extreme, а также устройство Time Capsule или macOS Server. При подключении внешнего накопителя к компьютеру с macOS вы увидите уведомление о его использовании в Time Machine для резервного копирования. Если подключенный диск имеет неверный формат, программа предложит его отформатировать. Самый распространенный формат диска резервного копирования для Time Machine – это macOS Extended журналируемый. Если на нем нет никаких важных данных, нажимаем «Стереть». Здесь есть возможность его зашифровать, установив эту отметку. При шифровании нужно будет задать пароль для диска, после чего доступ к резервной копии смогут получить только те пользователи, которые его знают. Далее жмем «Использовать». Если вы подключили диск к компьютеру, а программа не предлагает его выбрать для резервного копирования. Заходим в системные настройки Time Machine и в открывшемся окне выбрать резервный диск или добавить или удалить резервный диск. Выбираем нужные диски списка и нажимаем «Использовать диск». Таким же образом можно добавить еще один диск. При этом надежность резервного копирования увеличится. После этих настроек программа автоматически создаст резервную копию системного диска. Time Machine будет хранить локальные моментальные копии, ежечасные копии за последние 24 часа, ежедневные за последний месяц и еженедельные за все предыдущие месяцы. А самые старые будут удаляться при переполнении диска. Чтобы выполнить резервную копию, не дожидаясь следующего автоматического копирования, нужно нажать правой кнопкой мыши по диску и выбрать «Создать резервную копию на диске сейчас», после чего сразу начнется такое копирование. А чтобы отменить создание копий на этом диске, выбрать «Не создавать копии» и «Не использовать диск». Отключить автоматическое резервное копирование можно просто сняв отметку, напротив создавать резервные копии автоматически. Для отображения значка Time Machine в строке меню нужно здесь установить отметку. Открыв параметры, можно выбрать объекты, резервные копии которых создаваться не будут. Нажав на плюс, указав путь и выбрав «Исключить». Если процесс резервного копирования начался и вы хотите его отменить, просто выберите «Пропустить эту копию», нажав на значок Time Machine на панели строки меню. Посмотреть состояние резервного копирования в данный момент можно, взглянув на значок Time Machine. В режиме выполнения резервного копирования он будет выглядеть вот так, в режиме бездействия так, и если не сможет выполнить резервное копирование – вот так. Первое резервное копирование займет достаточно много времени, в зависимости от количества файлов. Пока осуществляется такое копирование, компьютер можно пользоваться в обычном режиме. Некоторые из них могут продолжать копирование даже в режиме сна. В последующем Time Machine будет делать резервные копии только тех файлов, которые были изменены с момента предыдущего копирования. Поэтому в дальнейшем, это будет занимать меньше времени. Для восстановления нужного файла перейдите в папку, где он находился. К примеру, для восстановления случайно удаленных данных из папки «Изображение» нужно зайти в нее, далее кликнуть по значку «Time Machine» и выбрать «Войти в Time Machine». После чего вы увидите множество окон этой папки. И справа – стрелки для перехода на предыдущую и последующую ее копию, а также шкалу времени. Нажав на стрелку, вы переместитесь в папку последнего резервного копирования или более раннего. А управляя шкалой, можно быстрее перейти, к примеру, на вчерашнюю дату. Далее выберите нужный файл и для просмотра нажмите «Пробел». Далее отметьте нужные и нажмите «Восстановить», после чего они появятся в этой папке. Если вам нужно восстановить сразу все данные, воспользуйтесь утилитой, восстановите из резервной копии Time Machine. Чтобы ее запустить, удерживайте клавиши «Command R» сразу после нажатия кнопки питания или сразу после перезапуска компьютера, до появления логотипа Apple. По завершению загрузки вы увидите окно с утилитами, выберите «Восстановить из резервной копии Time Machine» и нажмите «Продолжить». Перед получением macOS и другого содержимого резервной копии Time Machine, данные с восстанавливаемого диска будут стерты. А чтобы скопировать только свои файлы, настройки системы и учетные записи пользователя, воспользуйтесь ассистентом миграции. Найти его можно нажав «Переход», «Утилиты», «Ассистент миграции». Продолжить. Выбрать с компьютера Mac, резервной копии Time Machine или загрузочного диска. Далее выбрать источник. Продолжить. Выбрать последнюю копию. И снова продолжить. Отметить, что нужно восстановить. Продолжить. После чего начнется процесс переноса информации с резервной копией. По завершению вы увидите уведомление о завершении миграции. Ваши данные перенесены и готовы к использованию. Нажимаем «Завершить». После чего можете входить в свою учетную запись и продолжать работу. Все данные будут восстановлены. А на этом все. Не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. Интересующие вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.